Несмотря на свой молодой возраст, городской сад успел обзавестись новыми аллеями, лавочками и арт-объектами. Последние грибы были установлены накануне, и кроме своей основной задачи украшения сада, выполняет еще одну. Напоминает о том, каким был сад в 30-е годы прошлого века. Композиция из милых декоративных грибов попала сюда не случайно. Брещанин Александр Пащук, собирая материалы об истории города, нашел старинные фотографии, где были запечатлены эти грибы-пенечки. Решил дать идею, чтобы потихонечку этот зеленый уголок истории нашего Бреста стал возрождаться. И благодаря, конечно, нашему руководству города, только благодаря, в первую очередь, хочу сказать Игорю Викторовичу Сильченко, это супер. Он идею подхватил, и вот видите, в данный момент грибы они есть. И будут украшать, я думаю, что это не последняя идея. У меня еще есть многие позитивные моменты, исторические факты, я сейчас не буду раскрывать, которые, возможно, в будущем появятся в городском саду. Над созданием грибной композиции трудились коллективы нескольких предприятий жилищно-коммунального хозяйства города. Благодаря их усилиям на территории городского сада выросло 12 грибов. Установка не заняла много времени, специалисты сделали работу в достаточно сжатые сроки. Мы, работники ЖКХ, решили воплотить ее в жизнь, и силами Брест-Водоканала были изготовлены формы, спецпредприятие отлило это все, в эти формы все, а окраску сделал предприятие коммунальное. Поэтому, если говорить в целом, то это предприятие городского ЖКХ воплотили те идеи, которые, я думаю, были в головах многих брещан – сделать этот городской сад аутентичным. Сохранить историю и сделать городской сад по-настоящему аутентичным – задача номер один для городских властей. Но самое главное – территория городского сада не должна быть перегруженной. Городская наша среда состоит из мелочей. И вот эта мелочь в целом создает атмосферу города. Вот пример, когда есть историческое обоснование, пример, когда это недорого, и в итоге мы получили просто такую красоту душевную. Но общий ритмотив работы по городскому саду – это не испортить, не перегрузить какими-то новоделами, и не перестараться в желании что-то сделать такое супер-супер, а потом это будет вызывать какие-то эмоции. Поэтому плавненько, поступательно подумаем, что сделать дальше именно по этому уникальному объекту. И думаю, что даже со временем вот эту площадку большую, видите, она очень такая заманчивая для инвесторов. Оставим лучше зеленой площадкой, это будет на пользу всем. Поэтому хорошая, замечательная идея и хорошее, замечательное воплощение. Новая арт-композиция станет еще одним местом, где брещане смогут не только хорошо отдохнуть, насладиться лучами солнца и звонким пением птиц, но и сделать интересные фото на память. Креативный мэр также не упустил возможности запечатлеть себя на фоне арт-объекта. Теперь воссоздать фотографию 30-х годов прошлого столетия в городском саду стало возможно. Настоящая машина времени. Теперь фото 90-летней давности получило второе дыхание. К слову, как отмечают специалисты Брестского ЖКХ, рассмотреть инициативу горожан и разнообразить городской сад, добавив в него особой шарм и идею, не готовы всегда. И уже есть интересные предложения. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.